Вот главный участник эксперимента танк Т-80. Этой 42-тонной машине предстоит проехать по нескольким заасфальтированным улицам Белогорска. Маршрут определили заранее. На пути следования ЖД переезд, как первая и основная преграда. С точностью до миллиметра переезд был преодолен. Далее маршрут лежал через улицы Базарная и Никольское шоссе. Все идет по плану. Путь военной техники от редких машин освобождают экипаж ГАИ. Улицы Ленина, Скорикова тоже остались позади. И вот герой дня, а точнее раннего утра, выезжает на центральную Кирова. Случайные зеваки застыли от неожиданности. Кто-то такое событие успел запечатлеть на телефон. Не зря сказано «успел». Ведь несмотря на свои внушительные размеры и вес, техника может развивать скорость до 60-80 км в час. Далее почетный проезд сопровождения ГАИ-ВАИ по улицам Набережная, Скорикова и вновь Кирова. После Партизанская, затем Ленина. И все возвращается на круги своя. Техника движется к точке старта. В среднем гусеничный танк Т-80 по улицам Белогорска проехал более пяти километров. Эксперимент занял порядка часа. Механик-водитель Михаил Черничкин испытал массу новых ощущений. Ведь он впервые двигался не по учебному полю, а по улицам города. Это, конечно, армейская шутка. Серьезно, эксперимент удался. Асфальтное покрытие после прохождения многотонника осталось невредимым. Нисколько, вообще нисколько. Оно как было, так и осталось. Ну, немножко сняли, типа царапинь понаделали и все. Сейчас это все закатается, буквально первый там 2-3-5 машин пройдет, и все, ничего не будет видно. Военная понравилась, организованность их, ответственность. Молодцы, ребята. Следующая репетиция ориентировочно состоится 28 апреля. Она станет генеральной. Тогда по улицам города проедут 16 единиц гусеничной и колесной техники. Предстоящая тренировка пройдет также ранним утром. В ночное время, когда машины еще, как бы, одни таксисты ходят, более-менее проще провести тренировку, не мешает, никто не создавать безопасности, никакой ничего. А днем не получится. Кстати, 9 мая отправной точкой военной техники станет бригада связи. Наталья Самохина, Григорий Титаев. Будни.